И всем привет, с вами Ротиксон, и в этом видео я расскажу о том, как совершить депозит в мобильном приложении на бирже Get.io. И если у вас будут какие-то вопросы, то вы сможете задать их в комментариях или в чат биржи Get.io, где мы ответим вам на все ваши вопросы. Так, а ещё вы можете подписаться на мой Телеграм-канал, ну так как Ютуб могут запретить, и это похоже на правду. И второе, мне кажется, более важное, ну потому что в моём Телеграм-канале я прям выкладываю всё, что я делаю, ну практически, и там вы сможете делать то же самое, что и я. В общем, там много моих мыслей, интересных темок, которые могут быть актуальны только несколько минут, но на которых можно действительно заработать, так что подписывайтесь. Кстати, также вы можете подписаться на мой канал, потому что я посмотрел по статистике, более 90 человек смотрят меня без подписки, так что подпишитесь, мне это будет полезно. А ещё раз скажу то, что биржа Get.io ходит в топ-7 бирж мира, спасибо им за поддержку. А также у меня есть более 40 видео о бирже Get.io, где я ответил на самые часто задаваемые вопросы, и вы можете их посмотреть в моём плейлисте о бирже Get.io. Такс, а теперь интересный опрос у санкт-петербуржцев. Кстати, вы можете написать свой вопрос в комментариях, и я его задам людям в следующий раз. Такс, смотрим. Привет, отвечу на пару вопросов. Отвечу. В чём ты хранишь деньги? В рублях. Есть ли у тебя накоплений, на сколько их хватит? Есть, хватит на месяц-два. И ты что, не знаешь о криптовалюте? Как к ней относишься? Я не знаю, отношусь средне. Друзья пользуются, знают, а я нет. Понял, спасибо за ответы. Чтобы пополнить наш кошелёк на бирже Get.io, мы можем выбрать несколько способов. Но напомню, мы это делаем на смартфоне, если у вас ещё нет приложения, то вы можете посмотреть моё прошлое видео, где я сказал, как скачать приложение, как его обезопасить, ну и тому подобное. Первый способ пополнения – с стороннего криптовалютного кошелька. Для этого мы переходим во вкладку «Кошелёк» на нижней панели. Далее нажимаем «Ввод», выбираем криптовалюту для пополнения, например, «Биткоин». Далее выбираем цепь, в которой находится ваш кошелёк. В моём случае это «Бев-20». Перед нами появляется QR-код и хэш-адрес пополнения. После этого переводим на наш кошелёк и отправляем нашу крипту на бирже Get.io по адресу, который мы скопировали. Через несколько минут деньги поступят на счёт. Также, пожалуйста, очень ответственно относитесь к сети, в которой вы выбираете будете, потому что у некоторой монеты, скажем у биткоина, можно сделать депозит в разных сетях. После того, как вы выбрали сеть, копируйте адрес и проверяйте скопированный адрес. Он должен быть именно такой же, который вы скопировали на бирже. А если вдруг там будет какая-то ошибка, то деньги вам просто не придут на счёт и это блокчейн ничего отменить нельзя. А также, например, вот мне друг иногда отправляет криптовалюту и вы можете спросить у друга, а тебе какой криптовалюты удобнее мне отправить? И он скажет, ну в TRX, потому что там самая маленькая комиссия. И я просто приложение открываю, ищу в поиске депозиты монеты TRX, копирую адрес и сеть. Главное, я говорю другу, ты там в сеть такая-то и адрес такой-то, не ошибись. И даже некоторые делают сначала депозит, скажем, 2-3Х, а потом уже там 100 тысяч TRX. Но представьте, чтоб не ошибиться, если у вас крупные суммы, то я советую сделать сначала одну пробную транзакцию. А если такая средняя сумма, то можно и просто несколько раз припроверить и отправить. Ну, примерно так я делаю. И вы можете ответить в комментариях, как вы делаете, и какими монетами совершаете депозит, и какими выгоднее. Например, я использую TRX, но не знаю, может есть что повыгоднее. Так, а теперь второй способ пополнения через фиат. Он мне кажется как более сложный. Я часто пополняю просто криптой, но фиатом я пополняю, когда мне как раз-таки рубли нужно объявить на криптовалюту. Если вы из России, то вы сможете воспользоваться P2P на бирже GTO для пополнения баланса. Кстати, я уже делал видео, как пополнять P2P со смартфона. Можете посмотреть в моих площадных плейлистах. Также, вы можете оплатить по карте, но если у вас карта не российского банка. Вы также можете воспользоваться сторонними сервисами для ополнения. Например, AdvoCash или MonPay, у которого сейчас 0% комиссия. Ну или там какой-нибудь BaseChange, в общем, выбор ваш. Если что, можете спросить в комментариях, я вам что-нибудь скажу, что можно придумать. Для того, чтобы купить криптобанк с картой, зайдите в кошелек и на иконку карты перед нами появятся различные способы пополнения через AdvoCash, MonPay и другие. Если сервис не работает на территории РФ, вас уведомят об этом приложении. В общем, также можно пополнить через банковский перевод, но там большая комиссия. Короче, самая с маленькой комиссией это P2P на бережке Тайо и BaseChange. Ну, в общем, вы можете выбрать сами, если что, проверить, сравнить. В общем-то, всем спасибо большое за просмотр. Если оставите свое конструктивное мнение в комментариях, я буду благодарен. Если подсоветуете друзьям тоже. Если я вам помог, если вы напишите это, мне будет приятно. Удачи и будьте аккуратны. Дополнительно! Дополнительно!